Привет! Я тоже рад вас видеть. Добро пожаловать на новую высокоскоростную и очень рискованную игру «Кто хочет стать миллионером». Так быстро миллион можно получить либо у нас, либо только о грабе в банк. У нас, как всегда, можно выиграть или проиграть крупные суммы в борьбе с жестоким секундомером. А выиграв 50 тысяч, игроки получают новую подсказку. Часы прекращают тикать, и можно думать над ответом сколько угодно. Что ж, не будем тянуть время. Встречайте нового игрока, Луис Пенса, из города Ярм, что в Тисайде. Вы готовы сыграть? Да. Присаживайтесь. Спасибо. Луи Спенс, бывший продавец машин и самопровозглашенный двойник Джина Бовена. Сейчас поет в клубах и пабах с северо-запада. Луи пишет футбольные песни, четыре из которых взял футбольный клуб «Мирсбро». Также он пробовал писать песни для Евровидения, и получалось лучше, чем у Ллойда Вебера. А в зале сидит его друг Крис, с которым они поют в группе «Старые братья». Итак, 12 вопросов. На первые семь придется отвечать за отведенное время. А после 50 тысяч игрок может расслабиться и думать над ответом сколько угодно. А на первые два вопроса у Луи будет всего по 15 секунд, и думать придется быстро. Луи, удачи. Спасибо. Готовы? Да. Мы начинаем обновленную игру «Кто хочет стать миллионером?» Итак, вопрос номер один. Если кто-то не хочет принимать решение или ответственность, он говорит «Моя хата где?» Время. Сбоку, с краю, сзади, спереди. Бет, с краю. Ответ окончательный. И верный, у вас 500 фунтов. Спасибо. Второй вопрос стоит тысячи фунтов, Луи. Это последний шанс уйти ни с чем. Итак, второй вопрос. Как называют любимую тему, в которой человек досконально разбирается? Время. Бутс, конек, кет, ботинок. Конек, ответ окончательный. И верный, у вас 1000 фунтов. Похоже, вы спокойный, Луи. Я стараюсь держать себя в руках. Спокойный, как удав? Почти. А скажите, сколько хотите выиграть? Сколько сможете выиграть сегодня вечером? Если повезет и попадутся легкие вопросы, надеюсь. Я очень не хочу сглазить, но надеюсь выиграть больше 20 тысяч фунтов. Ясно. В какой группе вы поете сейчас? Знаю, было много. Я продолжаю петь с Крисом в группе «Старые братья», а еще я солист в группе «Тейн Найн Шауд». На ваших концертах женщины кидают трусики на сцену? Только слепые. Значит, кидают. Ясно. Итак, у него есть несгораемые 1000 фунтов, и на ответы теперь будет по 30 секунд. У вас три подсказки. Берите, когда надо. Я буду останавливать секундомер. Итак, третий вопрос и 2000 фунтов. Какой ученый знаменит в своей теории относительности? Исаак Ньютон, Александр Флеминг, Бенджамин Франклин, Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн, ответ окончательный. И верный. Где ваша жена? Сейчас на работе. Правда? Да. Наверное, плячется от вас. Да, бывает и так. А сколько вы уже вместе? Два с половиной месяца. Но вы знакомы всю жизнь? Мы познакомились 30 лет назад, а вместе жили 17 лет, но поженились совсем недавно. Так получилось. Мне кажется, вы поторопились. Она чудесная женщина. Мы с ней через столько прошли в отношениях, и она всегда была настоящим чудом. И когда у меня был финансовый кризис, она сказала, не переживай, прорвемся. Тогда я встал на колени и сделал предложение. На колени? Да. Я боялся, что она скажет нет, но она согласилась. А вы удивились? Еще бы. Итак, Луи, у вас 2000 и целые все подсказки. Четвертый вопрос стоит 5000. И у вас 30 секунд на ответ. У какой из этих команд нет птичьей клички? Нью-Катсел Юнайтед, Шеффилд Венздей, Ливерпуль, Норридж-Сити. Ливерпуль, ответ окончательный. Почему так долго думаете? А то я беспокоюсь. Да я и сам беспокоюсь, Крис. Я в том возрасте, когда хочется во всем убеждаться на 100%. Ясно. Ответ верный, у вас 5000. А какие птички у остальных? Нью-Катсел, знаете? Сороки. Шеффилд. Норридж. Канарейки. Точно. Итак, у него 5000 фунтов и все подсказки. А следующий вопрос будет стоить 10 тысяч. Не переключайтесь. Мы продолжаем с двойником Джина Бвена, Луи Спенсен из Тисайда, который уже выиграл 5000 фунтов, не потратив ни одной подсказки. Когда-то вас принимали за Шона Коммери. Давно это было. Знаю. Знаю, я сам удивился. Знаете, что еще он написал в анкете? Меня принимают за Джина Бвена и Бена Кингсли. Точно. За сэра Бена Кингсли. Сэр Бен. Жаль, не сэр Луи Спенсен. У вас много талантов, и один из них петь. Сколько стоит песик задом наперед? Стоп, тихо. А как это случилось? Вы сидели дома и думали, чем бы заняться? А не научиться ли петь? Сколько стоит песик задом наперед? Мне оно нравится, потому что смешная луна. Я и выбрал. Споете? Вы не против? Нет. Готовы? Всегда готов. Виндови, индоуги, that is much how. Тейл-ваггали, the one with the... Виндови, индоуги, that is much how. Сейл-фоу-доги, that hope do I... Фу-фу! Отлично Теперь я буду гордиться, что был с вами на этой передаче Отлично Итак, у вас пять тысяч Вы не потратили ни одной подсказки А пятый вопрос стоит десять тысяч И у вас снова тридцать секунд на ответ В какой стране производят вина Сансера? Франция, Германия, Италия, Испания Франция, ответ окончательный У вас десять тысяч Итак, шестой вопрос Вы сказали, будете счастливы выиграть 20 тысяч И счастье совсем рядом И все подсказки целы Какой телеведущий родился на станции лондонского метро Хайгейт Время пошло Рикки Лейт, Джерри Спрингер, Джей Лено, Опра Винфри Я попрошу помощь, зал Стоп, часы Итак, зал Вопрос на 20 тысяч Луи берет первую подсказку Слушаем Какой телеведущий родился на станции лондонского метро Хайгейт Кнопка А Рикки Лейк Б Джерри Спрингер С Джей Лено Д Опра Винфри А Б Цель и Д Голосуем Девятнадцать процентов за Рикки Лейка Пятьдесят два Немного, но это большинство За Джерри Спрингера Двадцать один за Джей Лено Восемь за Опру Винфри Время пошло Терри Спрингер Ответ окончательный Не сомневаетесь? А зачем? Двадцать тысяч Ваши, Луис Стэнс Спасибо Всем спасибо Интересный факт Он родился на станции Хайгейт В сорок четвертом во время бомбежки Надо же Да Итак, дела серьезные У вас двадцать тысяч Если вы ответите верно на следующий вопрос То уйдете домой, забрав как минимум пятьдесят тысяч А еще мы отключим секундомер и дадим новую подсказку Новую А, Луи, вы не обязаны отвечать на вопрос Можете взять обе подсказки и все равно забрать двадцать тысяч Итак, седьмой вопрос на пятьдесят тысяч фунтов Под каким псевдонимом известна певица Стефани Германотта? Время пошло Леди Гага Лил Ким Она матроник Ферги Можно пятьдесят на пятьдесят? Конечно, стоп-часы Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Луи один верный, один неверный Леди Гага, Ферги, время пошло Позвоним другу Стоп-часы Да Итак, посмотрим на ваших трех друзей О боже Алистер Похоже, в шлеме генерала Паттона А девушка в середине Это ваше долгожданное невеста? Да Счастье ей А кто такой Тони? Я каждый год езжу на фестиваль Фольклорной музыки И туда приезжает Тони Мы с ним иногда поем Так и познакомились Наверху Алистер, в середине Джен, внизу Тони Итак, у вас 17 секунд на ответ Кому звоним? Я позвоню Джен Сказать, что вопрос на пятьдесят тысяч? Бедняжки Чтобы еще пострадала Да, я не против Ладно У вас 30 секунд на вопрос Удачи Алло Джен Да Крис Таррент О боже Знаю, вы боялись этого звонка Еще как боялась Передо мной сидит Луи Он уже спел, сколько стоит персик задом наперед Мы все обсудили, а сейчас он застрял на одном вопросе И хочет втянуть вас в эту авантюру О, Господи Джен, вопрос легкий Стоит всего пятьдесят тысяч Господи Спасибо Да не за что Но есть и хорошая новость Осталось всего два варианта Верный и неверный Ясно, спасибо И один из них стоит пятьдесят тысяч Большое спасибо Сейчас вы услышите Луи Он задаст вопрос И даст вариант, один из которых стоит пятьдесят тысяч Итак, удачи, Луи Тридцать секунд Джен, под каким псевдонимом известна певица Стефани Германота? Леди Гага или Ферги? Певица Стефани Германота известна как Леди Гага или Ферги? Стефани Германота. Стефани Германота. 30 секунд, Джен, поторопись. Леди Гага или... Ферги. Ферги. Я совсем не знаю. Ничего, дорогая. Ладно. Спасибо. Спасибо. Время пошло. Я беру деньги и ответ окончательный. Деньги? Да. Я очень рад. Хотелось, чтобы вы унесли больше, ведь вы хороший человек, но не хотелось, чтобы вы проиграли 19 тысяч. Давайте на удачу, как бы вы сказали. Думаю, Леди Гага, но я не хотел рисковать. Это Леди Гага. Правда? Сэляви? Сэляви, точно. Аплодисменты. Отличный мужик, 20 тысяч фунтов. Трое, спасибо. Удачи, друг. Берегите себя. Хороший парень Луи повез своей невесте 20 тысяч фунтов. Значит, мы встречаем нового игрока. Кристину Карпелл из города... Рейнэм. Жду в графстве Кент. Готовы сыграть? Ну, еще бы. Итак, Кристина Карпелл, почти как Тинкер Белл, была 10 лет юридическим секретарем, а теперь работает с труднообучаемыми детьми. Она говорит, дети ведут себя куда лучше, чем все адвокаты мира. В жизни Кристины трое любимых. Две собаки и ее муж Барри. Он третий. Но их может стать больше, они хотят завести ребенка. И сейчас Барри отдыхает от ночных трудов, а за Кристину болеет подруга Сара. Двенадцать вопросов. Первые семь на время, один миллион фунтов и три подсказки, чтобы дойти до 50 тысяч и получить четвертую. И по 15 секунд на первые два вопроса. Кристина, удачи. И мы начинаем обновленную игру. Кто хочет стать миллионером? Готовы? Да. Да. Ладно. У нас первый вопрос на 500 фунтов. Вокруг чего традиционно танцуют люди? 15 секунд. Колонча, майское дерево, багор, шест. Майское дерево, Крис. Ответ окончательный. И веяна, у вас 500 фунтов. Кристина, это последний шанс уйти ни с чем, но у вас три подсказки, и второй вопрос гарантирует вам несгораемую тысячу. Как называется запись радиопередачи, которую можно послушать в интернете? 15 секунд. Подкаст, сканер, веб-блог, гиперссылка. Уверена, это подкаст. Крис, ответ окончательный. Уверен, вы правы, Кристина, и у вас 1000 фунтов. Ну, как вы? Напугана. Неправда. Вы спокойны, собраны, и выиграете много денег. А где ваш счастливый браслет? А, вот он. Моя прелесть. Что написано? Доченька, какое счастье, что ты родилась. Это цепочка и браслет от мамы. Ясно. Вы работаете с трудно обучаемыми детьми. Что это значит? Да много чего. Дети плохо обучаются по многим причинам. Проблемы в семье, нападения хулиганов, отсутствие друзей. Я помогаю справиться со всем этим. Ясно. Итак, у вас 1000 фунтов. Я хочу, чтобы вы получили намного больше. А сколько вы хотите? Меня устроит любая сумма. Тысячу я сразу отдам за ипотеку в следующем месяце. А если выиграю больше пяти, то буду на седьмом небе. Да бросьте, идите выше. А 50 было бы... Я бы тут жить осталась. Ладно, посмотрим. С вами счастливый браслет и несгораемая тысяча. А третий вопрос стоит две тысячи. Итак, третий вопрос и две тысячи. Какие продукты привозят из Херрифорда? Говядину, яйца, свинину, ягнят. Знаете, у меня в Херрифорде есть друг, и я знаю, что ответ – говядина. Ответ окончательный. Откуда знаете? Мой друг Джо постоянно говорит о херрифордских коровах. Представляете? Там у коров такие здоровые морды. Правда? Да. У вас две тысячи, а твердверды. Итак, у Кристины Кабелл, как Тинкербелл, уже две тысячи, а следующий вопрос будет стоит пять. И она не потратила ни одной подсказки. Не переключайтесь. Мы продолжаем с Кристиной, выигравшей с помощью счастливого браслета две тысячи и сохранившей все подсказки. А четвертый вопрос стоит пять тысяч, и у вас будет 30 секунд на ответ. Такой комедийный персонаж носил купальник под названием «Мужикини». Алан Партридж, Борат, Эдна Эверидж, Мистер Бин. Мой муж и его друзья носили такие в прошлом отпуске, поэтому мой окончательный ответ – Борат. Ответ верный. У вас пять тысяч. Что, что сделал ваш муж? Почему мужики делают всякие глупости? Мы мальчики по-другому не умеем. Они все пошли на пляж, надев мужикини. Кажется, она Магалуфа. Устроили выход в свет? Да, точно, да. О, боже. Ладно, давайте играть. У вас пять тысяч, пятьдесят на пятьдесят. Звонок другу и помощь жала. Ну и в трех шагах от пятидесяти тысяч. У вас три подсказки. Ладно. Еще три вопроса на время, а сейчас вопрос номер пять. Какую роль в фильмах о Гарри Поттере играл Роберт Паттинсон, звезда саги «Сумерки»? Барти Крауч, младший, Седрик Дигари, Фред Уизли, Виктор Крам. Боюсь, я не знаю, поэтому спрашиваю зал. Стоп, часы. Двадцать две секунды осталось. Итак, зал. Взяли пульты, посмотрим, как вы знаете Гарри Поттера. Итак, вопрос. Какую роль в фильмах о Гарри Поттере играл Роберт Паттинсон, звезда саги «Сумерки»? Кнопка А. Барти Крауч, младший, Б, Седрик Дигари, С, Фред Уизли, Д, Виктор Крам. Вопрос на десять тысяч. А, Б, С или Д? Голосуем. Шесть процентов за Барти Крауча, 64 за Седрика Дигари, 20 за Фреда Уизли, 10 за Виктора Крама. Время пошло. Я точно знаю, что это не Фред и не Виктор, поэтому отвечу как зал. Седрик Дигари. Крис, ответ окончательный. Надеюсь, что зал прав. Кого вы сразу отбросили? Фреда и Виктора. Почему? Уизли был рыжим, верно? Я не смотрела фильм. Ответ верный, у вас 10 тысяч. Спасибо, спасибо, спасибо. О, Господи. Не поминайте все. Я обожаю зал. Итак, у вас 50 на 50 и звонок другу. Одному из ваших друзей 16 лет? Да. Какой молодой? Но он самый взрослый из всех моих друзей, честно. Да, он молод, но он очень умен, очень умен. Ясно. У вас 10 тысяч, а шестой вопрос, середина пути, стоит 20 тысяч. Но, предупреждаю, если ошибетесь, потеряете 9 тысяч. Суммы растут быстро. Не забывайте, подсказки, и у нас шестой вопрос. Где родился художник Эл Эс Лаури? 30 секунд, пошли. Нью-Кассел, Лидж, Манчестер, Шеффилд. Можно 50 на 50? Да, стоп, часы. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Кристине один верный, один неверный. Манчестер, Шеффилд, время пошло. О, боже, Лаури писал спичечных людей, спичечных кошек и псов. Может, из Шеффилда? Можно звонок другу? Можно, стоп, часы. Осталось 10 секунд. Итак, кому звоним? Вундеркинду? Посмотрим, кто эти люди? Начнем с Барри. Барри мой муж. Понял, простите. Да. Дэн почему-то снимает кого-то, снимающего его. Ну, просто чудо. А Робби тот самый подросток. Да. Костюм он выглядит умным. Так и есть. Итак, кто знает? Думаю, знает Дэн. Давайте звоните Дэну. Он умный человек? Он, да, вполне умный. Правда? Да. Ладно, поверю на слово. 30 секунд на вопрос и два варианта, один из которых стоит 20 тысяч. Алло. Алло, Дэн. Привет. Привет, это Крис Таррент. Здравствуйте, я вас узнал. Очень рад. Дэн, мы смотрим на ваши фото, где вы снимаете сами себя. Да, это точно я. Отличная идея для фотографии. Передо мной сидит Кристина, застрявшая на одном вопросе. Дэн, хорошая новость. Осталось всего два варианта ответа. Верный и неверный. Понял, я буду стараться. Да, и вопрос стоит 20 тысяч фунтов. Отлично. Прекрасно. Хорошо, удачи, Кристина. Ваши 30 секунд пошли. Дэн, где родился художник Эл Эс Лаури? В Манчестере или в Шеффилде? Признаться, я совершенно не в курсе. Ясно. Спасибо, Дэн. Большое спасибо. Прости. Ничего, ничего. Спасибо. Время пошло. У вас 10 секунд. Наверное, я возьму деньги и сбегу. Я не знаю ответа и точно забираю деньги. Ладно. Аплодисменты. Она забирает 10 тысяч фунтов. А хотели бы ответить как? Шеффилд. Вот если бы вы сказали Шеффилд, то потеряли бы 9 тысяч фунтов. Я так рада, что не рискнула. Слава Богу. Он родился в Манчестере. Аплодисменты. Выигрыш 10 тысяч. Хорошо, что не сказали Шеффилд. 10 тысяч. Отлично играли. Итак, Кристина забрала 10 тысяч. А значит, мы встречаем нового игрока. Это Энди Коул из Вундстера. Привет, Энди. Присаживайтесь. Будущий учитель Энди Коул получал высшее образование по истории Свонси, чтобы 3 года жить у моря, потому что он серфер. Также он любит велосипед и играть на гитаре, но не одновременно. Энди смотрит нашу игру уже 12 лет, поэтому очень рад к нам попасть. А его девушка Кэти сидит в нашем зале и на вид ужасно боится. Итак, 12 вопросов. Первые 7 на время, 1 миллион фунтов и 3 подсказки, чтобы дойти до 50 тысяч и получить четвертую. И по 15 секунд на первые 2 вопроса. Энди, удачи. Мы начинаем обновленную игру «Кто хочет стать миллионером?» Первый вопрос стоит 500 фунтов, и у вас будет 15 секунд на ответ. Кто по профессии Джеймс Бонд? Варианты. Сварщик, композитор, тайный агент, парикмахер. Тайный агент, ответ окончательный. Значит, не сварщик. Ответ верный. 500 фунтов ваши. А второй вопрос гарантирует вам несгораемую тысячу фунтов. Какое имя после слов «О, нет» идет в известной поговорке? Время. Рене, Эсме, Хосе, Андре. Хосе, Крис, ответ окончательный. О, нет, Хосе, ответ верный. Тысяча баксов. Все нормально? Лучше, чем в начале. Все будет хорошо, у вас уже тысяча. Итак, Энди, давайте уточним, у вас диплом историка. Да. Но работаете барменом. Да, платят немного, но мне там нравится, и я постоянно вижу новых людей. Мне это очень нравится. Но вы же хотите стать учителем, правда? Да. Очень надеюсь, что стану им. Простите, что я перебил, но разве, закончив вуз и не пойдя по специальности, вы не погрязли в долгах по студенческому займу? Нет, я потихоньку его выплачиваю, но, если честно, получается не очень. К счастью, мне выпала возможность, и даже тысяча мне уже очень поможет. Скажите честно, Энди, Энди Коу, какой суммы вам хватит, чтобы погасить заем? Двадцать тысяч. Да, это... К нам приходят многие недавние студенты, и я всегда удивляюсь, как берут такие деньги, не зная, как отдавать. В общем, вам нужно двадцать тысяч, да? Именно, было бы супер. Хорошо, сумма, все ясно. Что ж, у вас несгораемые тысячи фунтов, и надо выиграть еще девятнадцать. Второй вопрос стоит две тысячи, и теперь у вас по тридцать секунд на ответ, вплоть до седьмого вопроса, где мы отключим секундомер. Итак, вот третий вопрос. Что надо нажать вместе с кнопками Ctrl и Alt, чтобы перезагрузить компьютер? Тридцать секунд. Делит, прямой слэш, скролл, таб. Делит, ответ окончательный. Я часто так делаю. Ответ верный, у вас две тысячи. Четвертый вопрос. И снова на время. Тридцать секунд. В каком виде спорта знаменит Брэдли Уиггинс? Тридцать секунд. Дартс, конкур, велогонки, легкая атлетика. Он очень успешный велогонщик, и окончательный ответ – велогонки. Точно? Да, ответ верный, у вас пять тысяч. Итак, у вас пять тысяч и три подсказки. Пятый вопрос стоит десять тысяч. Суммы все больше, Энди. Итак, вопрос. Как по-испански сказать «господин»? Время пошло. Кастио, Карбонада, Коста, Кабальеро. Можно пятьдесят на пятьдесят? Да, стоп-часы. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Энди один верный, один неверный. Два ответа. Время пошло. Окончательный ответ – Кабальеро. Вы впервые так не уверены? Давно не упражнялся в испанском. Почему такой ответ? Я знаю, что Коста – это берег, как, например, Коста-дель-Соль. Сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим нашу игру. Не переключайтесь. Вы смотрите заключительную часть обновленной игры «Кто хочет стать миллионером», где Энди Коул из Вустера наконец решил ответить на вопрос, стоящий 10 тысяч. Как по-испански сказать «господин»? Было четыре ответа. Он взял подсказку. Остались Слаба Коста и Кабальеро. И, признавшись, что забыл испанский, Энди сказал Кабальеро. Думаете, вы правы? Надеюсь. Да. Ответ верный. У вас 10 тысяч. Итак, у вас 10 тысяч, две подсказки и два шага до 50 тысяч. У вас 10 тысяч, и вы потеряете 9, если ошибетесь. Итак, шестой вопрос, и у вас будет 30 секунд. Какая британка впервые за 20 лет возглавила американские чарты в 2008 году? 30 секунд. Лили Аллен, Леона Льюис, Эми Уайнхаус, Даффи. Позвоню-ка я другу. Конечно, стоп-часы. Итак, посмотрим на ваших друзей. В общем, Йен – отец моей девушки. А кто такие? Саманта и размытый человек Джеймс. Он мой коллега, но... Кто знает ответ? Кто? Йен? Ладно, это отец Кэти. Да, он любит музыку. Хорошо, звоним. Где он? В порте Талбот. Он что, тоже серфер? Видимо, нет. Ладно, звоним Йену, задаем вопросы и даем вариант, один из которых стоит 20 тысяч. Алло. Алло. Йен? Да. Крис Таррент, добрый вечер. Привет. Как дела? Спасибо, хорошо. У меня тут Энди Кэти, которая очень застеснялась, услышав папин голос. Энди хорошо идет, но застрял на одном вопросе и думает, вы знаете ответ. Вопрос дорогой, Йен, на 20 тысяч. Гонил. Крупная сумма, все ясно? Да. 30 секунд. Удачи, Энди, время пошло. Привет, Йен. Привет. Какая британка впервые за 20 лет возглавила американские чарты в 2008 году? А. Лили Аллен. А. Лили Аллен. Б. Леона Льюис. С. Эми Вайнхаус. Д. Дафи. Думаю, это Леона Льюис, но уверен, не на 100%. Я тоже так думал, Йен. Спасибо. Да не за что. Спасибо. Удачи, Энди. Спасибо. Ответ получен. Время пошло. Окончательный ответ Леона Льюис. Не Эйми Вайнхаус. Нет. Ответ верно. У вас 20 тысяч. Забавный факт. Перед ней была Ким Вайлд. Аж в 77-м году. Итак, у вас 20 тысяч. Вы хотели 20 тысяч, и вы их получили. Можете забрать, но вы в одном верном ответе от 50 тысяч. Это серьезный чек. И вторая несгораемая сумма. А еще один вопрос на время. У вас 30 секунд на седьмой вопрос. Детей какой известной женщины зовут Трек, Бристоль, Уиллоу, Пайпер и Трик? 30 секунд и 50 тысяч. Сара Пеллин, Мадонна, Гарриет Хармен, Джей Кей Роулинг. Помощь зала, Крис. Так, стоп часы. Зал. Вот вопрос. Детей какой известной женщины зовут Трек, Бристоль, Уиллоу, Пайпер и Трик? Кнопка А. Сара Пеллин. Б. Б. Мадонна. С. Гарриет Хармен. Д. Джей Кей Роулинг. Кто из них? Голосуем. За Сару Пеллин 57%, за Мадонну 24%, 7% за Гарриет Хармен, 12% за Роулинг. Время пошло 22 секунды. Я говорил себе, если зал будет уверен больше, чем на 50%, то я отвечу как зал. Так что прошу, зал, не подвези. Я соглашусь с залом. Ответ окончательный. Не Мадонна. Нет, точно не Мадонна. Вы выиграли 50 тысяч. Молодец. 50 тысяч. Теперь можно расслабиться. Она бывший губернатор Аляски, кандидат в вице-президенты, и у ее детей странные имена. Итак, смотрите. 50 тысяч фунтов это минимум. Вы уже поняли? Это минимальная сумма, которую вы сегодня заберете. Держите. Чек ваш. Я хочу выиграть больше, и есть замена, так что я... Значит, чек останется мне? Да, придержите вы себя. Потом отдам. Теперь я счастлив. Итак, 50 тысяч минимальная сумма, которую Энди заберет домой. Теперь можно успокоиться и не спешить с ответами на следующие вопросы. Плюс. Теперь у него есть подсказка замена. Он может убрать непонравившийся вопрос, и мы заменим его на другой. Восьмой вопрос стоит 75 тысяч фунтов. Играйте спокойно, вы ничего не потеряете. 50 тысяч – несгораемая сумма. Итак, смотрим вопросы, не спешим с ответом. Линию какого личного продукта рекламирует кинокритик Барри Норман? Попкорн, маринованный лук, пицца, арахисовая паста. Один из ответов стоит 75 тысяч. Если не понравится вопрос, его можно заменить. Я не знаю точного ответа, поэтому давайте сменим вопрос, Крис. Ладно, а как бы ответили? Ваш вариант. Вряд ли пицца, ведь я студенческий, часто ел пиццу и не помню такого. Может быть, попкорн? Да, возможно. Арахисовая паста. Я бы сказал... Попкорн. А Кейт думает, это арахисовая паста. Попкорн или паста? Хорошо, что сменили вопрос. А ответ – маринованный лук. Барри продает луковицы, говорит, это секретный рецепт семьи Нормана. Итак, нет ответа, канет в лету. Вот новый вопрос. В каком округе Нью-Йорка есть районы Флэшинг и Форест Хиллс? Бронкс? Бруклин? Куинс? Стэйтен Айланд? Один из ответов стоит 75 тысяч. Подсказок больше нет, но отвечайте смело. Я был в Нью-Йорке, правда, очень давно. И не думаю, что это в Бруклине. Я скажу Квинс, ответ окончательный. Почему? Надо было сказать «Стэйтен Айланд». Просто один мой старый друг живет в Нью-Йорке, именно в Квинсе. А Флэшинг и Форест Хиллс звучат как названия больших районов. Ну, вы понимаете. Пальцом в небо, да? Да, я не знаю ответа. У вас было 50 тысяч. И осталось 50 тысяч. Но к ним прибавилось еще 25. Вы выиграли 75 тысяч фунтов. Поверьте! На русский язык программа озвучена компанией «Видеофильм ТВ» по заказу телекомпании «Стрим» в 2012 году. «Стрим». «Поверьте!» «Стрим». Субтитры подогнал «Симон»